Привет, друг! У меня есть пара минут, чтобы рассказать о главных новостях популярной культуры на сегодня. Поехали! Дэвид Кейдж наконец-то разродился датой релиза своей следующей игры Detroit Become Human. 25 мая. Ждать осталось совсем недолго. Sony Boy всего мира ликуют и уже готовятся к весеннему похудению кошельков. Напомню, что на апрель тоже запланирован весьма ожидаемый эксклюзив God of War. Тем временем разработчики из 4A Games потихоньку раскрывают небольшие подробности Metro Exodus. Недавно они рассказали, почему в играх серии до сих пор нет мультиплеера или хотя бы кооператива. Дело в том, что Metro всегда была в первую очередь про сюжет. И да, все понимают, что многопользовательские игры делать выгоднее, но добавлять онлайн просто для того, чтобы он был, никто не собирается. При этом говорят, что в студии тестировали возможность совместного прохождения сюжета, но желаемых результатов это не дало. Тем не менее, сама студия заинтересована в проекте, рассчитанном на нескольких игроков, так что возможно, когда-нибудь мы и увидим что-то подобное. Гвинт как-то пропал с радаров в последнее время, но теперь вот видимо наверстывает упущенное. В CD Projekt Red представили новый режим Arena. Если ты играешь в Hearthstone, то уже все понял. Если нет, вкратце начинаешь с четырьмя картами и играешь до девяти побед или трех поражений. Чтобы попасть на арену, нужно заплатить господину Зеркало один осколок. Кубить их можно как за Реал, так и за внутриигровую валюту. До 7 марта три осколка дают бесплатно. Квентин Тарантино поделился синопсисом своего следующего фильма Once Upon a Time in Hollywood. Как и ожидалось, история расскажет о жизни американской киноиндустрии конца 60-х. Главную роль исполнит Леонардо Ди Каприо. Он сыграет актера кино на закате славы изо всех сил, пытающегося спасти свою карьеру. Дополнять его будет Брэд Питт, который сыграет дублера Лео. Несмотря на то, что фильм будет сконцентрирован на этом актерском дуэте, есть один очень важный нюанс. По соседству с друзьями живет жена Романа Полански Шерон Тейт, которая была зверски убита семьей Чарльза Мэнсона. Премьера запланирована на 50-летие со дня смерти актрисы 9 августа 2019 года. Кристин Уик ведет переговоры об участии в сиквеле «Чудо-женщины». Ей может достаться роль той самой гепарды, о которой я говорил в позапрошлом выпуске. Разработчики Паладин строллят Близзард и намекают на сходство Бригитты, нового персонажа Овервотч с чемпионом Эш. На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся, заходи на канубу.ру. Меня зовут Джон Никола и до встречи на том же самом сайте. Редактор субтитров А.Семкин